Информационные войны развернулись вокруг дома номер 40 по улице Вознесенской. После выхода ряда тревожных материалов в поддержку дома, в котором прошло детство ученого с мировым именем, в социальных сетях опубликовали материал, ставящий под сомнение этот факт, и прикрепили справки БТИ, в которых дом датируется 1918 годом постройки. Вот план. Согласно плану, по документу проходит 161. О том, что семья Циолковских несколько лет проживала в усадьбе Калемина, известно достоверно. А вот где именно располагалась усадьба, долгое время установить не могли. Между тем, на настоящий момент историкам и краеведам удалось точно вычислить, что это именно тот пресловутый дом на Вознесенской. Общественники, градозащитники вооружились всеми необходимыми документами, подтверждающими. Это та самая усадьба Калемина. Сейчас очень часто в прессе и в различных репортажах звучат годы постройки зданий в Рязани 1917-1918 года. Причем это относится как к зданиям, которые не являются объектами культурного наследия, так и к зданиям, которые числятся в реестре памятников. Но самое главное, что эта дата неверная, в связи с тем, что она была взята из паспортов БТИ, которые были составлены в первые годы советской власти. Разумеется, БТИ не исследовательская организация, и выяснять в настоящее время постройки того или иного здания им не было смысла. На своеобразную подготовку Рязани к юбилею великого ученого отреагировали не только местные деятели науки и культуры. В администрацию города обратился с письмом президент Федерации музеев космонавтики, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Дженебеков. Решение рязанских властей дошло до космоса на МКС. По информации федеральных СМИ, супруга одного из космонавтов, узнав о планируемом сносе дома Циолковского, заявила, что намерена известить работающих в космосе героев о происходящем в Рязани. Узнала о скандале и правнучка ученого Елена Тимошенкова. Цитата. Беднациональной гордости слова, принадлежащие президенту страны Владимиру Путину. Их он произнес на выступлении в городе Королеве в 2011 году. Народную память о жизни великого ученого в Рязани, несмотря на это, уже много лет местные чиновники пытаются предать забвению. Сам Бог ракетщикам велел заступаться. Константин Владимирович Сиолковский, он основатель практической космонавтики. И здесь я считаю, точка зрения не только нашего совета ветеранов ракетных властей, а городских властей, не разговор как снести, а советуется с людьми. При этом здание неоднократно осматривали активисты. Судя по всему, его можно не только сохранить, но и восстановить. Ученый с мировым именем, это даже не Сергей Есенин, которого мало кто за пределами России знает. Это ученый с мировым именем. И мы, имея такое богатство, вот так его разбазариваем. В результате резонанса, дошедшего до космических высот, в ближайшие дни сноса дома Циолковского не будет. Отложили на 90 дней. Госинспекция по охране памятников будет проводить экспертизу, разбираться в ситуации. Тем временем продолжается сбор живых реальных подписей под открытым письмом в адрес главы администрации города Рязани о снятии с тендера здания и поиске путей его реконструкции. Продолжается и торг. По некоторым данным, цена на тендер снизилась до 500 тысяч рублей.